Здравствуйте, дорогие мои подписчики и зрители канала. Я благодарна вам за ваши просмотры, за ваши лайки, за ваши комментарии. Отдельное спасибо моим спонсорам Валдесу и человеку с ником Сирёс. Сегодня я хочу продолжить тему, которую я начала в предыдущем видео. О том, можно ли выгнать молодую семью из дома. И вот теперь уже в газете НК Латвия я нашла такую статью, ну как продолжение уже. Бьёт домочадец с вещами на выход. Вы знаете, таких случаев в жизни очень много. И поэтому мне хотелось бы поделиться с вами этой статьей. Не обессудьте, буду читать. Где-то смотреть на вас, где-то читать. По традиции мы будем прерваться на наши комментарии, которые были написаны в предыдущем видео. Это видео как раз будет продолжением, поэтому комментарии будут подходить к этому видео. Хорошо? Поехали. Принято считать, что в некоторых случаях пострадавшим ничем нельзя помочь, кроме сочувствия. Ну чем можешь помочь пожилой женщине, вынужденной жить с сыном-пьяницей, которая регулярно её обзывает, отбирает пенсию и иногда поднимает на неё руку? Но, оказывается, выход есть. Защиты, а не наказания. Я живу в Лепое, а моя мама проживает в Риге вместе с моим безработным и выпивающим братом, рассказывает Алла. Брат часто агрессивно относится к маме, кричит на неё, оскорбляет. А когда мама получает пенсию, брат её ворует. В прошлый раз мама спрятала деньги. Так брат заявил, что если она не покажет тайник, ей не поздоровится. При этом он схватил маму за руку с такой силой, что у неё остался синяк. Мама испугалась и показала, где спрятала пенсию. Эта история длится уже давно. Я уговариваю маму заявить на брата в полицию, но она не хочет, чтобы у него не были неприятности. Единственное, что желает мама, чтобы брат съехал из квартиры, но брат не собирается этого делать. Мама даже к помощи полиции не может обратиться, так как брат задекларирован в квартире и является её полноправным совладельцем. Квартира досталась им с мамой после смерти отца. Неужели маме ничем нельзя помочь? Мнение юриста. Родители часто не заявляют о таком насилии, так как не хотят доставлять неприятности своим взрослым детям. Но из этой ситуации есть выход, который обеспечит жертве защиту, а агрессору возможность избежать наказания, как того хочет его пострадавший родитель. Рассказывает наш собеседник, адвокат Андрей Адамсонс. Жертва должна подать в суд заявление о защите от насилия и попросить выселить агрессора. Сразу расставляю точки над «и». Суд может выдать такое решение даже в случае, если квартира принадлежит насильнику. Также замечу, что пострадавший родитель может получить разные виды помощи, такие, как запрет на приближение, если агрессоры жертва живут в разных местах или после выдворения агрессора из общей квартиры, и запрет на связь по телефону, почте, через социальные сети и так далее. Решение, какую именно меру защиты применять, принимает суд. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ Можно ли вызывать полицию и просить у нее помощи только за то, что человек на тебя кричит и оскорбляет? ОТВЕТ Каждый имеет право на защиту от физического, эмоционального, сексуального и экономического насилия. Крики и оскорбления, угроза применить физическую силу считаются эмоциональным насилием. Жертве положена защита. Как надо поступить пожилой женщине, чтобы сын перестал применять к ней эмоциональное и психологическое насилие? Если сын на нее кричит, обзывает и угрожает и никак не хочет успокоиться, то женщине необходимо немедленно, прямо во время конфликта, вызвать полицию. Полицейские приедут, утихомирят буяна и по просьбе жертвы дадут агрессору решение о раздельном проживании с жертвой. После его получения агрессор будет обязан покинуть квартиру. Но если агрессор в присутствии полицейских успокаивается, то полицейские могут и не выдавать такое решение. Тогда жертве надо обратиться в суд по своему месту жительства и написать заявление с просьбой оградить ее от эмоционального и психологического насилия. Как быстро суд должен принять решение? Порой жертва подает решение днем, а уже к вечеру того же дня готово решение суда. Но обычно решение суда принимается на следующий день. Следующий пункт у нас будет разделение на месяц. А сейчас мы идем на перерыв. Мы идем читать комментарии. Надя написала Пенсию добавили 36 евро. А цены растут несоизмерно с добавкой. Ну, хоть сколько-то добавили. Могли и ничего не добавить. Дальше. Нина. Но если подумать, то дети вырастают и должны устраивать свою жизнь сами. Конечно, это зависит от материального достатка. Но детей надо готовить к тому, что самому надо себя содержать. Я знаю, что в Америке 18 лет и все. До свидания. Дети должны уйти из гнезда. Дальше. Опять Нина. У молодой семьи странная позиция. Они, наверное, решили, что это их дом по наследству. Вот и не хочется ничего самим делать. Чтобы дом был по наследству, надо, чтобы родители написали, что они наследуют этот дом. Дальше. Надежда. Тамара. Добрый день. Огромное вам спасибо, что обратили внимание на мой комментарий, который, по вашему мнению, заслуживает подарка. Я же проживаю в Лепое. Но мне подарок не отправляйте, поскольку я не смогу самостоятельно добраться до почтового отделения. Но мне очень приятно за ваше внимание. Надя. Я сказала, и другие вам сказали, что подарок приносят прямо домой. Ребята, завтра я могу ещё послать. Потом я целую неделю послать вам не могу, потому что у нас строят дорогу, и машины надо все убрать, которые рядом с домом. Идти пешком до почты я просто не смогу. У меня ужасно болит нога. Вы меня простите. Так что, кто успеет завтра добавить свой адрес, я завтра вам пошлю. Потом, ну, если только целую неделю ждите. Но завтра я отправляю, значит, кому? Лилия и Валентиня. А потом я вам пришлю фотографии людей, кто уже получил. Ну, я надеюсь, что Нина, которая из Финляндии, уже вот-вот должна получить мою посылку. Но суббота, воскресенье, там выходные на всех, на наших почтах, на моей тоже. Вот. А потом она мне пришлёт фотографию. Хорошо, Ниночка? Линда пишет. Тамарочка, не уделяй ты этим безграмотным своё дорогое время. Мы очень рады всем твоим новостям. И тебе. Я уже плохо могу высказаться на русском. Очень рада вас видеть и слушать с большим уважением. Вам из Нидерландов, Линда. Вот видите, меня уже и в Нидерландах смотрят. Вот так вот. Линдочка, приходите ко мне ещё на другие мои ролики. Так, Виктория пишет. Подарок понравился. Инц пишет. Комментировать выселение родителями своих детей я не стану. Уж очень тяжёлая тема. Не дай бог с таким столкнуться. Кошмар просто остаться на улице. А вот насчёт подарков похвастаюсь. Мне достался брелок с Марсиком. Теперь он мой талисманчик на ключах и игрушка на ёлочку. В декабре на Рождество пришлю фотку новогодней ёлки с этой замечательной игрушкой. И как Тамара уже сказала, маме передала розочку светильник. Мы ею умиляемся. Спасибо, Тамара. Эта память будет с нами. Ребят, мне так приятно было вам сделать эти подарки. Ну вот вся загвоздка в том, что вы не шлёте свои адреса. Лилия, Тамара, здравствуйте. Очень хочется поблагодарить за прекрасный ролик. Здоровья вам, дорогая. Пишет Лилия. Валерия. У нас немножко так было. Квартира трёхкомнатная. Хотели поделиться на один или два. Нам однокомнатную. Детей ещё не было. Судья присудил нам двухкомнатную. Так как мы молодые. Ну, правильно судья распределил. Потому что молодые, они будут размножаться. А старикам, ну, хватит и однокомнатной. Дальше. Любовь. Такая ситуация. Бабушка-владелица квартиры живёт с внуком. Он не работает, не учится. Везде выгнали. Пьёт, курит и наркотой балуется, да. Живёт за счёт бабушки. Как его выселить? И возможно ли это? Дорогая любовь, как раз вот этот ролик, который я делаю вам сегодня, он как раз будет, наверное, ответом на ваш вопрос. Ну что, дорогие, давайте дальше продолжим нашу тему ролика, да. Эту статью читать из газеты МК Латвия. Следующий пункт, как я вам и сказала, разделение на месяц. Вопрос. На какой срок полиция или судья даёт решение о временном раздельном проживании? Полиция даёт решение, которое будет действовать в срок от нескольких дней до одного месяца. А вот судья может дать решение с гораздо более длительным сроком, вплоть до одного года. За это время жертва должна подать в суд новое исковое заявление, цель которого больше не соприкасаться с насилием. Этим заявлением может быть просьба к суду о выселении агрессора. А если агрессор супруг, то заявление о разводе. Если в указанный судом срок это второе заявление не будет подано, то предыдущее решение о защите от насилия автоматически теряет силу. Дальше вопрос. Допустим, суд выдаст материалы решения о защите сроком на один месяц. Даже даже если пожилая женщина в течение этого месяца подаст в суд иск о выселении сына, судья вряд ли успеет его рассмотреть. Значит, через месяц сын Аллы вернется домой и сможет вновь обижать свою мать. Нет, не так. Если заявление будет подано в срок, то пострадавший человек может просить о продлении защиты. И пока второе заявление о выселении не будет рассмотрено, первое останется в силе. Бывает так, что судья продлевает защиту на год, на два, на три и так далее. Следующий вопрос. Разрешено ли писать заявление в суд о защите на русском языке? И разрешает ли закон жертве просить полицию о помощи на русском? В полицию можно обращаться на русском языке. И скорее всего полицейские на русском языке объяснят русскоязычной жертве ее права. Но вот заявление в суд о защите должно быть составлено на латышском языке. Следующий пункт вопрос доказательств. Какие доказательства эмоционального насилия жертве надо предоставить полиции и в суд? Никаких доказательств не требуется. Полицейский и судья обязаны поверить жертве на слово, что был факт насилия. Кроме того, следует знать, человек, который подал заявление о защите, обязан подписать документ о том, что он осведомлен об уголовной ответственности за дачу ложных сведений. Для получения защиты важны не доказательства, а как можно более подробно изложенная версия происшедшего. Конечно, хорошо, когда есть любые доказательства слов. Следующий пункт Дальнейшее действие. Что происходит после того, как судья примет решение о применении временной защиты? Ответ. Он отправит это решение сотрудникам полиции по месту жительства жертвы. Полицейские обязаны вручить решение агрессору, объяснить ему, как оно работает, а затем проконтролировать, чтобы агрессор покинул квартиру, в которой живет вместе с жертвой. Следующий вопрос. Кто должен будет проследить за тем, чтобы агрессор в течение срока запрета не вернулся в квартиру? Ответ. Сотрудники полиции. Если агрессор нарушит запрет и вернется в квартиру, жертва должна будет позвонить в полицию и сообщить об этом? Следующий вопрос. Что предпримут полицейские? Ответ. Закон обязывает их приехать на место жительства жертвы и вывести агрессора из квартиры. А еще за невыполнение решения суда на него могут завести уголовное дело. Следующий очень большой пункт. он отбирает мою пенсию. Считается ли насилием, если сын отбирает у своей матери ее пенсию, либо забирает ее без разрешения? Ответ. Отобрать пенсию значит совершить разбойное нападение. Забрать деньги без разрешения значит совершить кражу. И то, и другое является уголовно наказуемым деянием. Жертва может обратиться с заявлением в полицию и на агрессора заведут дело. Другое дело, если сын говорит матери, если ты не отдашь пенсию, я тебя ударю. В этом случае речь идет об эмоциональном насилии и от него можно просить защиту в виде решения о раздельном проживании с агрессором. Следующий пункт большой. Есть побои. Будет защита. Наша читательница рассказывает, что ее брат может толкнуть и ударить маму. Что в этом случае может сделать пожилая женщина, чтобы прекратить насилие? Ответ. Если побои приводят к повреждениям средней или тяжелой степени, то за это полагается наказание вплоть до тюремного срока. Но если человек получил незначительное телесное повреждение, например, синяк, то агрессора ждет только административное наказание. Вопрос. Надо ли маме, нашей читательнице, идти к семейному врачу и снимать побои или показывать синяки соседям? Ответ. Нет. Если она хочет, чтобы сын понес наказание, то достаточно оставить заявление в полиции о побоях и полицейские сами отправят женщину на медицинское освидетельствование. А если цель женщины получить защиту от насилия, то в этом случае освидетельствование не нужно. Судья поверит ей на и выдаст решение о защите. В любом случае можно одновременно подать заявление в полицию о причиненном насилии и просить защиту от нее на будущее. Дорогие друзья, я надеюсь, эта статья вам понравилась. Я надеюсь, вы что-то напишите мне. Может быть, какие-то случаи были из жизни. Может быть, у кого-то, у знакомых такое было. Может быть, ну, в вашей семье, конечно, не дай бог, пускай у вас будет все хорошо. Но мало ли. Напишите. Если у вас не было таких случаев ни с вами, ни с вашими знакомыми, ну, напишите свое мнение об этой статье. Хорошо? Я жду ваших комментариев. Я буду видеть, что вы именно посмотрели мой ролик. В следующем конкурсе это будет учитываться. Те, кто напишет большее количество комментариев до Нового года, получат подарок еще на Новый год. До встречи!